Приветствую вас, значит, давайте сразу вот так вот попробуем определить, да, основные причины вашей, так сказать, проблемы. Первая причина, это, знаете, такая негативно закрепленная ассоциативная связь мяса, да, причем, вы знаете, что интересно, вы говорите, что у вас обращение к еде, да, а под конец уже пишите, что обращение только на мясо, то есть вот здесь есть, мне кажется, тоже такой достаточно важный момент, потому что вы, возможно, едой считаете мясо, а все остальное типа не мясо, не еда, потому что не мясо. Ну вот здесь, конечно, есть вариант, да, то есть, если вы считаете едой только мясо, то, соответственно, вы вполне вероятно могли принуждать себя его есть, когда не хотели, вот, и в итоге это все привело к тому, что у вас вот появилось отращение к нему, вот. Первое, что следует понять, это то, что отращение это механизм защиты, это первое, что нужно понять. А прощение это защита, тошнота это защита, да, то есть, как бы, я не принимаю того, что мне дают, да, того, что поступают, я не принимаю, я не хочу это есть, я не хочу это принять. Соответственно, в мясе для вас есть что-то негативное. Я, конечно, не знаю, может быть, вот как мой коллега сказал, вам нужно к врачу, может быть, вот, но, как психолог, это защитная реакция. Мясо связано у вас на чувственном уровне с чем-то неприятным, с чем-то негативным, что-то такое. Вы говорите, что, значит, полгода вы испытываете данные проблемы, вот, соответственно, значит, полгода, то, что произошло полгода назад, и, собственно, нужно анализировать, нужно смотреть, нужно с этим разбираться, и уже исходя из того, что будет ясно в процессе анализа, исходя из того, что будет ясно в процессе исследования, можно будет уже сделать вывод и как-то скорректировать. То, что с вами происходит. Вот. А ещё один момент, это то, что в момент, когда вы ели мясо или в момент, когда вы переживали что-то негативное, вам нужно было есть мясо. То есть это, по сути, закреплённый рефлекс. Да? То есть вот, например, вам было очень плохо, в этот момент вы были голодны, например, или у вас из еды было только мясо. И, соответственно, вот, появилась, ну вот, такая вот модель поведения. То есть теперь, видя мясо, у вас запускается механизм защиты, который как бы оберегает вас от повторения той ситуации, которая была. При этом тут надо понимать, что подсознание оно слепо, оно не руководствуется принципами разума и, соответственно, действует, делает это постоянно. Вот. Это называется линейный комплекс. Линейный комплекс. И линейный комплекс, естественно, убирается, но это работа. Это работа уже на индивидуальной основе. Это работа уже в интерактивном режиме, непосредственно с вами. Вот. И зависит от того, хотите-хотите вы делать что-то, что поменялось или нет. Дальше. Ну, вы пишите, что вы едите там всё вкусное, всё сладкое, и здесь у меня вопрос возникает. Как бы тот факт, что вы едите сладкое, да, тот факт, что вы едите сладкое, он, этот факт, может говорить о многом. То есть вы отказываетесь от мяса в пользу чего-то вкусного. То есть вы не написали там, что я, например, ем, там, не знаю, гречку, там, кашу какую-то, да, и так далее, нет. А это значит, что вы хотите есть более вкусную еду. Получается, что вы нуждаетесь в том, чтобы поглощать более вкусную еду. Если вы нуждаетесь в том, чтобы поглощать более вкусную еду, значит, может быть, может быть, за этим кроется какая-то ваша неудовлетворенность, то есть вы, может быть, что-то заедаете, и поскольку мясо недостаточно вкусно для того, чтобы заедать, ну, именно в вашем случае, то вы и используете другие продукты исключительные, потому что они помогают вам улучшить своё состояние, а вот мясо вы исключили. Ну, понятно, что здесь идёт вопрос выгоды, да, то есть что я получаю от того, что мясо ем, и что я получаю от того, что мясо не ем, и что я получаю от того, что я ем только вот вкусные вещи, да, такие как, ну, то, что вы перечислили, семечки, попкорн, там, снеки и так далее. Вот. Всё это вот нужно анализировать. Далее, вы пишите, что делать, что делать, чтобы что. Это ключевой момент. Вам, коллеги, в принципе, правильно сказали, что бороться с этим не нужно. Бороться с этим не нужно. Борьба, она, в общем, это, борьба это подавление. Это то, что вам необходимо понять. Борьба это подавление, и если вы будете себя подавлять, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для вас, по крайней мере. Поэтому здесь нужно не бороться, а именно выяснять, что стоит за этим отвращением. Я уверен, я знаю, что само по себе оно, это отвращение к вам не пришло. У него есть причина, у него есть основа. У него есть, эммммм... Свои... Мммм... Плюсы. У него есть... У отвращения есть природа и есть функция. То есть оно для чего-то вам нужно. Вот. Ну вот, собственно, для чего и нужно выяснять. Для чего и нужно выяснять. Искратите, конечно, вот, то есть, что делать, чтобы что, да? Если, если, например, убрать отвращение к мясу, это одно, если решить какую-то другую проблему, это другое, а пока что вы довольно серьезную проблему описываете как-то, знаете, немногословно, что мало информации вы написали о себе, совсем мало. Так что мне думается, что нужно все-таки вам разобраться в первую очередь, чего вы хотите. Вот сами вы чего хотите. И уже основываясь на этом, может, будет что-то делать. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он был полезен вам, мой ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.